Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» в этом выпуске. Государственные, ведомственные и региональные награды работникам образования Ненецкого округа вручил глава региона Юрий Бездудный. Также участие в церемонии приняли депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин и вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. В собрании депутатов Ненецкого округа обсудили реализацию национального проекта здравоохранения. В памяти земляков. В свет вышла книга памяти и славы Каненского сельсовета. Первые экземпляры были переданы в школьные библиотеки Ненецкого округа. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, депутат Государственной думы Сергей Коткин и вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов посадили деревья в сквере у памятника портовикам. Учителей и ветеранов педагогического труда сельских школ с профессиональным праздником в режиме видеоконференц-связи поздравили глава региона Юрий Бездудный, заместитель руководителя окружного профильного департамента Леана Храпова и заместитель председателя собрания депутатов Максим Арбузов. В связи с эпидемиологической обстановкой педагоги школ всех муниципальных образований округа поздравления окружных властей с профессиональным праздником в этом году получили в режиме онлайн. Все мы действительно как-то по-особенному встречаем октябрь, потому что всегда начало октября, 5 октября – это праздник День Учителя. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Я понимаю, как нелегко сейчас в современных условиях преподавать. Я сам преподаватель преподавал в УЗИ и помню вот ту тревогу, волнение, с которым шел, допустим, на первую лекцию. Как готовился, как переживал не только за то, как я донесу материал, но даже как буду выглядеть, будет ли нормально костюм сидеть и как меня будут воспринимать студенты. В своем поздравлении Юрий Бездудный отметил, что несмотря на век современных технологий, ничто не заменит живое общение учителя со своими учениками. Пусть будут эти все средства образования, и это хорошо, когда они есть. Но все равно очень важно, когда дети, ребята, наши дети, они видят учителя, они видят эмоцию учителя, они ее считывают, и они учатся не только математике, английскому, они еще учатся и доброте. Поэтому, дорогие друзья, я вас искренне поздравляю с этим праздником, я вам желаю терпения и благодарных учеников. А еще желаю здоровья и крепости духа. И спасибо вам огромное за тот труд, нелегкий, но очень и очень благодарный. Также участие в поздравлении педагогов Ненецкого округа в режиме ВКС принял вице-спикер собрания депутатов региона Максим Арбузов. В школах нау трудятся талантливые педагоги, профессионалы. Вы не просто даете людям прочные знания, вы воспитываете, даете нравственные ориентиры, помогаете детям раскрывать свои таланты. И, наверное, я скажу так, в моей жизни школа была вторым местом, где я больше всего проводил времени помимо семьи. Он отметил, что труд учителя сегодня и всегда остается одним из самых важных в жизни человека, а профессия учителя – одна из самых почетных. И я уверен, что вы в вашей работе даете детям не только знания, но и в том числе помогаете, как вторые, наверное, добрые родители им преодолеть трудности именно подросткового возраста. Потому что, когда организм меняется физически, психика, соответственно, тоже меняется, и разум наш меняется каждый день. А это очень сложно. Этим занимаются родители, но в большую часть времени все-таки работаете с развитием детей именно вы. И вам большое спасибо и низкий поклон за те усилия, которые вы прилагаете, за душу, которую вы вкладываете в этих детей. В ответном слове педагоги Красновской школы поблагодарили за поздравления и пожелали коллегам-учителям успехов в работе. Хотим поздравить всех людей нашей планеты с этим замечательным днём. Но в первую очередь, конечно же, вас, дорогие наши коллеги, учителя Ненецкого автономного округа. С днём главной профессии на земле. Государственные, ведомственные и региональные награды работникам образования Ненецкого округа вручил глава региона Юрий Бездудный. Также участие в церемонии приняли депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин и вице-спикер окружного собрания депутатов Максим Арбузов. Мероприятие состоялось в день празднования Дня учителя в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Дорогие друзья, я вам очень признателен за тот труд, за ту энергию, за ту душу, которую вы вкладываете в ребят, в школьников. Я признателен не только от себя, как губернатор, признателен от всей армии родителей и учеников разных поколений. Высокие гости вспоминали с благодарностью своих учителей. Учителя шоенской школы, учителя, детишки немцы, оленеводы, они своих учителей первоучительниц называли мамой. И до настоящего времени, уже будучи пожилыми людьми, они по-прежнему называются первоучителя мамой. Еще раз поблагодарить за то добро в лице вас и обращать к своим учителям. И воспитателям детского сада, школам, первоучительницам, преподателям институтов, потому что многие из них очень сильные следа стали в моей жизни. Даже коротким словом и советом, или тем, что они остановили меня на каком-то пластуке. Спасибо вам за это, то, что вы делаете для детей, помимо того, что вы им даете знания. Вы помогаете им идти по жизни, подняться, если они отступились. Желаю вам здоровья, счастья, новых успехов, хороших, новых зданий, если в садах, в школах. Ирина Пудовкина – директор детской школы искусств среди тех педагогов, кто отмечен за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования нагрудным знаком почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Ее педагогический стаж – 27 лет. День учителя равносили Новому году, Дню рождения, это самый светлый праздник, потому что именно в этот день у наших детей есть возможность сказать нам спасибо, у родителей есть возможность нас поблагодарить. Но для нас очень важно, чтобы нас ценило и вышестоящее руководство. Как замечательно, что сегодня прошло такое торжественное приятие, где были вручены ведомственные награды, награды высокого очень уровня. Мы все к ним стремимся. Также в ходе церемонии награждения 35 работников окружного образования получили почетные грамоты и благодарности Министерства просвещения Российской Федерации. Василий Терентьев, преподаватель Ненинского аграрно-экономического техникума имени Волкова, за добросовестный труд и заслуги в сфере среднего профессионального образования удостоен ведомственной награды. Кроме того, педагога отметили за выдающееся достижение в области образования премии губернатора Ненинского округа в номинации «Педагог профессионального образования». Его педагогический стаж – 11 лет. Василий Александрович говорит, самая большая сложность в работе – найти общий язык со своими учениками. «Разные поколения для меня лично, потому что я из того поколения Советского Союза, у меня твердые взгляды в отношении государства, России, патриотизма. И вот я вижу, что новое поколение немножко в других взглядах и отличается. И поэтому как-то вот хочется как-то донести до них, что Россия – это уважаемая, самые сильные, красивые, самые лучшие государства в мире». Благодарственными письмами и памятными наградами на мероприятии были отмечены более 50 работников сферы образования Ненинского округа. Школьные учителя, преподаватели средних учебных заведений, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. В собрании депутатов Ненинского автономного округа обсудили реализацию национального проекта здравоохранения. Этот вопрос рассмотрен на заседании комиссии по социальной политике под председательством Анны Булатовой. Подробный отчёт представил исполняющий обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа Вячеслав Сайко. В национальный проект здравоохранения входит шесть региональных проектов. По итогам 2019 года из 39 показателей достигнут 31. По словам докладчика, особое внимание уделяется развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения и обеспечению квалифицированными кадрами. В числе проблем, которые были обозначены, не достигнуты показатели по снижению онкозаболеваний. В связи с этим приняты дополнительные меры по оснащению медицинских организаций современным диагностическим оборудованием. В прошлом году приобретено специальное оборудование на 8 миллионов рублей. В этом году запланировано ещё 5 единиц медицинского оборудования. Детально остановились на реализации проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе доступности медицинской помощи жителям сельской местности. На особом контроле у депутатов остаётся вопрос возведения фельдшерских здравпунктов. На следующей комиссии этот вопрос будет по-новому рассмотрен, потому что очень много проблем именно с ФАПами на селе. У депутатов есть опасения, что медицинские учреждения, те, которые были закуплены и предстояло оснастить в сельских населённых пунктах, на сегодняшний день частично даже не поставлены. Также парламентарии предложили профильному ведомству рассмотреть вопрос авансирования жителям села проезда для оказания медпомощи в медицинские учреждения города по направлению фельдшера. В ходе заседания представители профильного ведомства рассказали о предстоящей работе по реконструкции одной из вертолётных площадок для того, чтобы увеличить количество вылетов санитарной авиации. Ещё одно направление, в котором также не достигнут показатель развития детского здравоохранения. В рамках проекта предусмотрено развитие материально-технической базы, детской поликлиники, а также обучение специалистов. Один, конечно, из важных регионов вопросов – это развитие кадрового потенциала, который поднимается, вопрос поднимается уже не первый год. В адрес окружного собрания депутатов поступают многочисленные обращения граждан о невозможности записаться на приём не только к терапевту, но и к узким специалистам. Порой приходится срок выдерживать от 8 до 10 дней. За этот период, естественно, люди не только получают, не могут вылечиться от основной, но хождение по больницам порой приобретает мучительный характер. Как пояснили представители ведомства, работа в этом направлении ведётся. Окружные медики получают различные меры социальной поддержки. Также работает программа «Земский доктор». За год на работу в округ приехали три врача. В Ненинскую окружную больницу и один специалист в центральную районную поликлинику Заполярного района. Несмотря на все принимаемые меры, в округе существует нехватка многих специалистов, в том числе терапевтов во взрослой поликлинике. Ну и по итогам обсуждения депутаты предложили провести отдельное совещание по кадровой обеспеченности медицинских учреждений. С 1 января 2019 года выплачивается стипендия студентам-медикам, обучающимся на «Хорошо и отлично», с которыми заключены договоры о целевом обучении. Также ежемесячно оплачивается наём жилого помещения в Архангельске для тех, у кого нет жилья. Дополнительно компенсируется стоимость проезда к месту учёбы обратно два раза в год. Памяти земляков. В свет вышла книга памяти и славы Канинского сельсовета. Первые экземпляры были переданы в школьные библиотеки Ненинского округа. Издание вышло ограниченным тиражом – 500 экземпляров. Помогли издать книгу региональное отделение партии «Единая Россия» и фонд поддержки регионального сотрудничества и развития компании «Лукойл Коми». Подготовка этой книги велась не один год. Шла работа с военными комиссариатами, с архивами. Автор книги памяти и славы Канинского сельсовета Надежда Мясникова по телефону рассказывает о том, как создавался этот бесценный труд. В прошлом заведующая сельской библиотекой, сейчас пенсионерка, на презентацию книги приехать не смогла. За столом в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева все те, благодаря кому книга увидела свет. На почетном месте среди приглашенных коренной житель села Несь Леонид Кисляков. Память их, конечно, священна и вечна, и бессмертна. Уже давно в селе Несь стоит памятник в честь погибших. На этом памятник в свое время было установлено не только сам памятник стоит, но и колокол бывшей, действовавшей Невской церкви. Она и сейчас стоит там на месте. Так что, когда 9 мая проводят митинги и мероприятия торжественные, колокол звонит. В книге собраны документы и фотографии жителей Канинского сельсовета, участников Великой Отечественной войны. Очень хорошее издание получилось, и мы привлекли к этой работе как региональное отделение, так и наших членов партии. Откликнулись индивидуально депутаты, и очень важно о том, что связь времен. То есть откликнулись те люди, отцы которых были призваны на фронт с НИСИ. Сергей Коткин, депутат Государственной Думы, один из тех, кто поддержал инициативу по изданию этой книги. Его отец, уроженец села НИСИ, воевал на фронтах до самой победы. Низкий поклон всем организаторам, тем, кто это сделал. Это великая работа, особенно нынче, когда мы видим на всех буквально уровнях власти наших уважаемых европейских государств друзей, в кавычках, которые сегодня пытаются исковеркать историю нашего Отечества. Так вот, вот эти люди, которые это всё издали, вот наши отцы, наши дети, внуки, правнуки, видя эту книгу, держая её в руках, мы никогда не позволим никому измываться над нашей историей. Краеведы и просто неравнодушные люди собирали данные о своих героических земляках буквально по крупицам. Среди материалов, которые вошли в книгу, есть уникальные письма и фотографии. То, что мы сегодня с вами все вместе делаем, это лишь маленькая толика того, что должно быть сделано, что мы сохраняли эту память, берегли эту память и защищали эту память. Я думаю, все вместе, если мы будем работать так, как нам завещали наши отцы и деды, прадеды, так оно и будет. Издать книгу удалось благодаря спонсорской поддержке регионального отделения политической партии «Единая Россия», компании «Лукоил Коми» и фонду поддержки регионального сотрудничества и развития. Часть книг передана в школьные библиотеки Ненецкого округа. Диплом победителя Всероссийского конкурса музея в третье место по России и сертификат на 200 тысяч рублей получил музей средней школы номер один. Заслуженную награду вручил депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. На конкурс сотрудники школьного музея представили презентацию с рассказом о формах совместной работы по воспитанию юных граждан. Во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» от Ненецкого округа участвовали пять школьных музеев. В финал прошли музей школы поселка Красный и городской школы номер один. Конкурс проводился в рамках проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Для нас, конечно же, неожиданность и большая радость. Это, безусловно, заслуга, прежде всего, выпускников школы 1989 года создателей музея и выпускников других поколений, которые работали в школьном музее, экскурсоводами, волонтерами, вели поисковую работу. Большую благодарность, нужно сказать, учителям, педагогам, которые поддерживали музей наш во всех его начинаниях. Кроме того, Татьяна Балмазова поблагодарила администрацию учебного заведения за то, что все начинания всегда находят поддержку. Заслуженная премия будет направлена на развитие музея. И это действительно великое дело. Низкий поклон Татьяне Петровне, организатору, сподвижнику, который все вот затеял, который провел огромнейшую колоссальную работу по сбору информации. И то, что наш музей, Ненецкий музей, с нашего округа занял почетные призовые места по Российской Федерации, это дорогого стоит. И позвольте мне вручить всем диплом, сертификат, общероссийский сертификат, общероссийский диплом и то, что по гранту президент 200 тысяч рублей вашему музею. Я вот с гордостью это делаю. И вот действительно мне приятно за это. Музей школы номер один получил почетное третье место среди городских школ Северо-Западного федерального округа и набрал по итогам конкурса 25,6 баллов. Ну, наверное, участие в таких конкурсах важно для нас. Во-первых, это материальное поощрение музея. Средства могут быть использованы на дальнейшее совершенствование фондов и экспозиций нашего музея. Это определенная ступенька в развитии школьного музейного дела и представление собственного опыта работы, опыта работы школы, опыта руководителя музея, общественного хранителя музея нашей школы. Музейный фонд учебного заведения служит большой научной базой для многих внеклассных мероприятий. В школе создан большой тематико-композиционный комплекс. У Печоры дальняя школа их ждала, посвященная памяти учителей и учеников, которые сражались за победу. И самое главное, что мы знаем, что в музее школы собрана вся история наших учащихся. Там у нас есть и медалисты, там есть участники военные, там есть директора, там есть вся история школы сконцентрирована в одном самым небольшом помещении. У нас есть хранитель истории Татьяна Балмасова, человек, который, я считаю, делает огромную работу, причем на волонтерских началах. И мы благодарны партии «Единая Россия» Сергея Николаевича Коткина за то, что они нашли возможность поощрить наш музей, в том числе материально, потому что это не последнее дело. Заслуженную награду, сертификат на 200 тысяч рублей, школьный музей намерен использовать на обновление материально-технической базы, проведение акций и мероприятий по сохранению истории. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный, депутат Государственной Думы Сергей Коткин и вице-спикер собрания депутатов Максим Арбузов посадили деревья в сквере у памятника портовикам. Акция «Сад памяти» на территории Ненецкого округа стартовала еще летом, но из-за нестабильной эпидемиологической обстановки не носила массовый характер. Основная цель – посадить 27 миллионов деревьев по количеству погибших в этой страшной войне. В Ненецком округе за время акции уже посажено более 100 деревьев. Уверен, что с сегодняшней акцией мы с вами положим добрую традицию для того, чтобы ежегодно в память о тех, кто в далекие годы в Великую Отечественную войну погиб, высаживать деревья. Я приглашаю всех вас присоединиться к этой акции и уверен, что мы с вами тем самым заложим добрую традицию на долгие годы вперед. И самое простое, что мы можем сделать, это посадить дерево, которое будет напоминать каждому из нас об этой трагедии, об этих людях. Так что присоединяйтесь, спасибо. Глубина не должна, так сказать, превышать. Вот так, хорошо? Все нормально. Вячеслав Карипанов, председатель регионального общества ветеранов войны, руководит посадкой деревьев. Опыт у него огромный. А чтобы дерево прижило, считает, надо делать это с любовью. Губернатор с ним согласен. С душой надо сажать, и тогда дерево обязательно приживется. Я думаю, мы польем, и оно точно приживется. И спустя годы будет красивая рябина здесь. К этой акции может присоединиться любой желающий. Я думаю, это не составит труда найти дерево. Даже в наших непростых условиях у нас есть питомник, где можно купить березу или рябину и посадить практически, наверное, в любом месте в городе. Можно просто у себя рядом с домом, чтобы не получать согласование от города. Если сажать в парке, нужно согласовывать. А рядом со своим домом можно посадить дерево, и каждый может это сделать. Это очень просто. Жители региона в память о родных, участниках и погибших в Великой Отечественной войне высаживали деревья на общественных территориях и рядом со своими домами. Мы очень хотели бы, чтобы эта акция была не только вот наша, волонтеров Победы, а к ней присоединялись и власти, и жители. Вообще говорим большое спасибо и администрации, и жителям округа, потому что в период пандемии, когда нельзя было проводить массовые мероприятия, жители у себя в садах, в огородах, на участках высаживали деревья в числе этой акции и отмечались на интерактивной карте, которая размещена на сайте сад по памяти. Сегодня в сквере посажены шесть рябин. Эти деревья привезены из питомника, расположенного под Сыктывкаром. Хорошо, что они мешковины, удобно сажать. Мешковина, как бы, она дает возможность влаге сохраняться, и деревья быстрее приживаются. Главная цель акции – посадить в память о погибших 27 миллионов деревьев. Инициатором акции выступает Всероссийское общество «Волонтеры Победы» и фонд поддержки полководцев Победы. Следующий выпуск программы «Законодателей» выйдет в четверг, 15 октября, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин